проверка звука раз-раз это я уже так звук есть звук да сейчас напишет все есть рассказывай тогда пошел в общих чертах давайте подытожим в принципе я бы хотел дать какие-то такие рекомендации опять же при начинании какого-то бизнеса я бы в первую очередь если это что-то связано с какими-то техническими предметами либо дизайном делал бы поиск по патенту второй шаг обязательно выбрать какой-то торговый знак подготовить логотип разрабатывать логотип обязательно самому либо у какого-то дизайна дизайнера проверенного и не обязательно в принципе сразу же допустим регистрировать тот же самый торговый знак можно начать работать под ним но желательно обязательно проверить данное слово чтобы не работать под скажем так под уже зарегистрированным торговым знаком где вас могут точно также масштрафовать закрыть если вы будете нарушать права чужого торгового знака вот это основные рекомендации всегда нужно проверять нишу в которой вы собираетесь работать хотя бы в общих чертах чтобы не нарушать чужие права я по поводу Амазон хотел добавить и уточнить какие там моменты у меня некоторые раз я смотрю люди спрашивают как можно торговать мы же торгуем приват лейбл у нас нет бренд регистр торговой марки зарегистрированной Амазоне ну огромное количество людей без них торговали торгуют и продолжают торговать у многих запуски вообще без наклейки без этих идет потому что приспосабливаемся смотрим все имеет значение и время значения запуска старта на себестоимость конечно в несколько там центов или даже десятков центов чаще всего внимания обращает но вот это время проверить как нанесут, когда нанесут это все реально от момента ресерча до реальных продаж затягивает время просто в разы соответственно если просто у производителя есть какой-то товар и ты видишь что есть возможность надо ей пользоваться и вот я сейчас в такой же ситуации ну на пакет на какой-нибудь там нанесу на какую-нибудь коробку там что-нибудь сляпали чтобы они посмотреть просто сам товар если более-менее нормально да запускать и все потому что вот момент запуска имеет значение большое самого такое хочется все по-хорошему сделать нормально но вот если все по-хорошему нормально делалось мы теряем как минимум месяц это уже проверено это уже просто ужас вот если 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 все нормально то есть пока мы получим пока мы туда-сюда отправим посмотрим все вот эти вот образцы из кучи заводов и так далее вот и за это надо все это иметь ввиду бренд регистры сейчас на данный момент ну что он делал последние там полгода это мы можем лисинг менять мы можем красивый description написать и мы можем MNP коды забить так что не надо загоняться на этот бренд регистры просто слишком много это как раньше это наверное бренд регистры по рейтингу чуть-чуть меньше чем вот это вот бейсер 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 бестселеранг повышение бестселеранга вот что о нем о бестселеранге вообще разговор вести бестселеранг это постфактум нам показывает сколько было у нас продаж все то есть ну мы на него повлиять можем только продажами или отсутствие он их и так далее то же самое с бренд регистры Amazon что-то придумает большая вероятность что привяжет как-то к торговой марке ужесточит усложнит вот ну еще раз говорю торговая марка она не зависит от Amazon нам надо стараться быть независимы от Amazon из-за этого что бы они ни придумали когда вы придете с собственной торговой маркой вы просто даже будете не продавцу что-то там говорить а просто Amazon можете предъявить за это что они предоставляют ну то есть ничего не делают то есть вам Amazon предупредили они должны отреагировать они отреагируют сами знаете как Amazon больше всего не любит и не хочет и боится именно претензий свой счет потому что судебные дела в Америке это потребительский терроризм и все остальное это серьезная вещь вот так что по Amazon думаю все понятно про бренд регистр я думаю разъяснил что хотел если какие-то вопросы есть давайте мы ответим там пару минут подождем посмотрим если что да надо выходить за рамки Amazon это только канал продаж так в конечном итоге да только свой сайт на который мы на все влияем абсолютно согласен вот Amazon это классный старт мы здесь собрались только из-за этого на самом деле потому что я даже смотрю по услугам и по всему остальному насколько больше спроса на Amazon чем на eBay вот просто ну вообще вот просто ну порядки не то что разы а в порядке ну потому что в Amazon сколько дает возможности сколько дает возможности eBay несравнимо вот это вот просто один одно то что есть в eBay хотя в принципе и в eBay есть понятно что мы на eBay могли так же с Америкой торговать но в любом случае в eBay дает вот эту вот возможность и онлайн арбитражом заниматься и и приватом заниматься и многими другими вещами вот потому что на eBay в принципе можно было все абсолютно то же самое делать но что-то не было такого ну не так популярна вся эта тема была Amazon как бы все это и дал вот а торговать надо естественно со всех площадок и с eBay и с Amazon это в принципе мне кажется самые такие основные посмотрим может Walmart разродиться и сделать такую же площадку для не только вендоров и для обычных продавцов с регистрацией торговой марки обращайтесь там не важно ко мне к нему то есть пишите мне я вас соединю данные я не помню по-моему в таблице инструмента все есть это без вопрос мы этим и занимаемся как бы мы работаем в одной команде так что не важно к Сашу обратись или ко мне напрямую а я вас просто все равно к нему переведу да конечно эти как их звать контактные данные он вам скинет в чат просто помнишь я отправлял линк с табличкой цен на патенты если еще есть трансляция можно показать людям цены американских патентных поверенных да 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 сейчас я покажу я понял такие показательные цены просто вот сейчас я секунду вот отвечу на вопрос связь прервалась повторите как без бренд регистри избавиться от хайджекеров единственный способ такой как это сказать партизанский это просто друзей знакомых там просить чтобы они делали выкупы желаясь вам чтобы у них был прайм чтобы быстро привезли товар и неважно что там какой товар придет чтобы они написали и пожаловались на амазон сказали что товар подделка вот и поставили негативный отзыв на продавца негативный фидбэк вот ну вот и все только не на товар а то это получится уже удар вам в поддых так скажем так что это единственный нормальный способ на данный момент без торговой марки я всем советую задуматься о торговой марке патент пендинг другая история то есть я рассмотрю так торговая марка это защита именно от хайджекеров в первую очередь да в будущем когда они будут там через сто лет но это в любом случае это вот реальное ну я другого не вижу другой защиты патент пендинг это больше атака это больше атака пускай она такая как это как это называется ну неважно короче то есть в любом случае такая тихая атака на людей то есть ты просто психологическая ты просто разместил патент пендинг к тебе уже относится вполне возможно можно даже негативные фидбэки писать не будут и отзывы потому что скажешь на другой уровень просто то есть людей у которых есть патент и патент пендинг ну это какие-то такие уже такие космонавты вот для меня лично то есть вот у меня на данный момент только вот самые-самые такие прожены начинают этим заниматься вот а всех остальных даже не слыхали не слыхали об этом вот то есть до этого еще руки не дошли только монстр этим занимается соответственно ну почему бы нам быть не первыми зачем быть все время последними есть такая возможность и это надо делать вот думаю все ответило сейчас я скину то есть это единственные выкупы другого варианта нет по крайней мере я не знаю именно такого простого бесплатного дешевого естественно этот товар потом они могут вернуть на амазон и вернуть деньги без проблем так значит скрин экрана есть вот видно да ну вот смотрите это порядок цен на изобретение можно ссылочку подожди я ссылочку скину тогда в этот кому может быть интересно будет почитать не туда так все я здесь первая первая категория это extremely simple то есть экстремально простые изобретения в них входит к примеру electric switch то есть электрический переключатель paper clip я так понимаю это скрепка для бумаги diapers ice cube tray я к сожалению не знаю что это такое видимо какая-то игрушка то есть только торнифит филинг то есть патентный поверенный возьмет за оформление данного простейшего изобретения от 5 до 7000 долларов это американские цены за поиск по изобретению тоже по простейшему от 1000 до 1250 долларов они берут это по простейшему это американские расценки но заранее скажу что данная расценка то есть взята из топового патентного поверенного он очень знаменит в Америке это его расценки потом относительно простое изобретение настольная игра зонтик ремень для ремешок для мобильного телефона зубная щетка фонарик таксы патентного поверенного от 7000 до 8000 поиск тоже от 1000 долларов потом минимально сложная камера powerhand tool по-моему это какой-то зарядник от 8500 до 10000 это вот американские цены и уже самые вот сложные хайли комплекс мре сканер телекоммуникации спутниковые технологии от 14 до 16 тысяч и software related это продукты программные и автоматизация систем бизнеса от 16 тысяч то есть это порядок цен на изобретение в США и причем это только таксы ой не таксы это таксы патентного поверенного да я так понимаю да это все от и так далее это как говорится для того чтобы понять масштабы рынка США и как серьезно они относятся к продуктальной собственности да мы не серьезно к этому относимся но в любом случае начинать надо с чего-то хотя бы с проверки со 100 долларов там и со всех этих моментов но я ссылку скинул в чат посмотрите почитайте кому будет интересно в любом случае я думаю мне там единственное просили на вопрос ответить я вот сейчас в группе посмотрю в группе на вопрос ответить по поводу инструкции я помню надеялся мне сюда скинут этот вопрос я в закладке забыл так тут всякие то есть инструкциям по поводу именно получения вот этих торгов марка вот сейчас секунду где-то здесь видимо вот 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 короче вот эту инструкцию нашел ем это 25 тут 25 минут это не получишь тогда я тогда саж тебе скину в skype тогда посмотришь просто прокомментируй его потом да и все так где-то у меня тут я тебе скину просто так 25 минут я думаю просто там письменно мы прочитаем надеюсь время найдет Саша и прокомментируй после я знаком с этими инструкциями могу сразу уже прокомментировать это инструкция по заполнению данных на сайте ЮСПТО в принципе можно ее запомнить но это знаете вот как было в начале лайва яркий пример когда девушка сама запомнила выбрала какие-то непонятные названия типа Волф Волна что заранее было понятно что это будет стопроцентный отказ не провела классификацию хочу очень четко объяснить что классификация это очень пункт номер один в подаче торгового знака и есть еще несколько нюансов к примеру транслитерация торгового знака дисклейминг то есть есть некоторые нюансы которые в принципе должен выполнить подготовленный человек особенно при выборе торгового знака если вы готовы рисковать я бы вам посоветовал сделать хотя бы поиск торгового знака я хотел бы добавить еще раз поиск торгового знака и патент это как раз на момент поиска ситуация меняется потому что мы видим только те которые уже зарегистрированы а те которые находятся в процессе так скажем их не видно вот то есть здесь вероятность не стопроцентная по любым вот этим моментам по подаче документов то есть не надо понимать что просто работая со специалистом вы повышаете значительно вероятность получения и патента и пендинга и торговой марки и так далее делая самим соответственно это гораздо проблематичнее то есть это просто риск который приведет к потере времени потере денег в любом случае если не получится вот но и мы то же самое то есть Саша он в любом случае вам будет говорить по каждому случаю как мне например просто я уже с этим столкнулся уже могу сказать именно взгляд со стороны свой то есть он просто будет говорить это вероятность 50 процентов это 60 это 40 на мой взгляд то есть мы уже по крайней мере понимаем куда нам двигаться то есть увеличивать мы будем бороться за красоту за слоган или будем бороться за то чтобы все-таки получить потому что бывает такая ситуация вот я видел ему пример тоже такой дал там одна штука мак продает это на глаза sleeping mask вот и соответственно мак макинтош то есть как бы такое созвучное он мне сказал что это просто как бы другие классификации классы вот это вот все это понять это просто ну это реально нормальный обычный человек то есть сложно сложно все разобрать я лично не смог и многое вот эти вот что я сейчас говорю и знаю это именно только когда он мне все это объяснил и разъяснил я хочу вот просто по поводу регистра подачи самому на сайте из ПТО в принципе это конечно личное дело каждого если человек готов рисковать пожалуйста как вариант не советую потому что я вот больше 10 лет в данной сфере работаю у меня опыт эксперта я работал экспертом внутри ведомства то есть я смотрю это и с внутренней стороны мне знаком такой взгляд я хочу сказать что вот российская европейская система намного намного более мягче вот в России действительно можно спокойно взять подать в той же самой Европе и на авось пойдет не пойдет оно в большинстве случаев проходит и максимум там естественно если был сделан предварительный поиск в большинстве случаев доплатите вы там еще что-то но все равно пройдет юристы могут обосновать я так понимаю многое правильно да в США это просто на порядок сложнее это реально у них во-первых прецедентное право то есть прецедент это каждый случай рассматривается в отдельности и в истории то я скажу что это очень сложный процесс с многими многими подводными камнями так Атай ты в любом случае про торговую марку про это просто к Сашу напрямую обратишься там карты там ворда там офисел и все остальное он тебе уже разъяснит по конкретно твоим так скажем вопросам потому что здесь в купе в общем какого-то среднего варианта мы не сможем найти точно потому что у нас в любом случае у каждого своя история и свои потребности у кого-то название с первой попытки вот у нас есть человек все-таки ему повезло первый ролик уже у нас был по этой истории вот она достаточно забавная и комичная сначала полный отказ а потом оказалось что та компания уже в Америке не торгует и наоборот все хорошо ну то есть такая чисто на удачу вот а так в основном то есть если делать то делается хорошо плохо самополучно контакты Саши я выложу прямо сверху поста сейчас сделаешь Саш какой-нибудь этот напишешь я прямо это сверху над видео над обоями закину скайп фейсбук что ну и все наверное а что еще надо ну давай сейчас тогда мне мне прям скайп давай кидай вот сюда набивай тогда сейчас все ссылки я прям сразу в онлайн в онлайн закину в шапку чтобы не искать там а то погрузится мы в прошлый раз уже кидали все это ну ты прям юрал бы скинул бы это самое с фейсбука и все скопирую а то мне сейчас дольше его искать чтобы потом не забыть сейчас по-любому закрутишься там пока смотрю вопрос новый есть нет я прайс и все остальное сделаю там видео в любом случае есть периодически прайсы меняются вот у меня был старый прайс мы его сейчас удалим вот потому что сложность работы то есть с изменением потому что Саша он вообще не от амазона так скажем то есть он совсем из другой истории вот и мы потихонечку все это приводим к такому разумному предложению по времени сколько времени и сил на это тратится так так что по прайсу по прайсу видео я в принципе его напишу на днях так что прайс будет вот контакты я проверю все правильно все работает так еще вопрос если есть давайте тогда или уже будем заниматься своими вопросами все все скинул так что анонс на следующий у нас мероприятие я писал по ой ё-мой пи-пи-си окосы красавец у нас сегодня было вот это так значит следующий в этот четверг у нас будет именно по окосу окос здесь будет именно оптимизация это по той программе которую мы рассказывали две недели назад сейчас произошли как раз там изменения вот так что думаю будет это интересно вот произошли изменения то есть все дополнили доделали вот к понедельнику не успели к четвергу я так понимаю будут основные вот эти изменения подготавливать вопросы четверг все как обычно в 20.00 по Москве да много времени занимает но другого варианта нет из-за этого это такая вещь не просто так в принципе я думаю все тогда всем спасибо кто был кому интересно будем стараться что-нибудь дальше двигаться всем удачи в торговле чтобы все было хорошо да всего добро удачи в торговле и в бизнесе всем пока